Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все, конечно, понимают, что в первую очередь речь зайдет об исламском государстве Ирака и Леванта, а тех, кто назвал себя ИГИЛом. Почему? Потому что, когда они объявили то, что они пришли строить вот этот всемирный халифат, который теоретически обосновывали веками вот эти вот салафитские школы и другие сунницкие школы, все радикальные течения исламистские, которые были организованы на территории и России, и Запада, они подняли голову. Они обрадовались и сказали, что ура, пришла наша победа. Это было видно, те, кто занимается политикой, все это почувствовали. Вот хотелось бы объяснить, почему это произошло, на основе чего и во что это может вылиться. У меня просто есть свои соображения на эту тему, основанные именно как раз на таких теоретических, немного, ну, мал-мал знаниях таких. Я бы хотел обратиться, вернуться к тем событиям, которые произошли в начале нашего тысячелетия, вот идущего, когда американцы подавили Саддама Хусейна и захватили Ирак. Многие расценивали это как такую политическую диверсию американцев, там, что свои интересы, там, нефть и так далее. Но я бы хотел обратить внимание вот на что. Дело в том, что Ирак, это Багдад, это центр образования одной из суннитских правовых школ ханафитского масхаба. Вот о них я в прошлый раз говорил. Я бы не хотел сказать, что вот эти вот масхабы, они как бы, вот все мусульмане там отличают друг друга. Вот ты того масхаба, вот ты другого масхаба. Да они этого вообще не понимают и не знают. Но дело в том, что на основе вот этих вот вековых традиций образовалась такая ситуация, что одни относятся к другим как-то так, лучше, более положительно. Другие там принимают тех, другие этих не принимают. И вот это чувствуется. И вот этот вот ханафитский масхаб из Багдада, он в свое время пришел на территорию современной России, в Поволжье. Была такая миссия в 10 веке Ибн Фадлана, помните, да? Значит, в 932 году он оставил замечательные воспоминания Ибн Фадлан, которые описывали в том числе и наших предков славян. То есть его записки являются такой мировой исторической реликвией, скажем так. И он был послан на территорию Булгара для того, чтобы включить их, привлечь их, ну, установить там государственную религию в ислам. И он это и сделал, скажем так. Это, наверное, как раз включилось в сказание о земле русской. Там есть момент, когда князь Владимир отправляет в разные народы представителей послуг. Это тоже повлияло, потому что, когда Нестор писал через 150 практически лет после этого события, ну, он, конечно, эти вещи знал, потому что эта миссия Ибн Фадлана, она как бы прозвучала в истории. Даже, помните, если кто интересуется голливудским кинематографом, они даже поставили на эту тему фильм, между прочим. «Тринадцатый войн», по-моему, называется. «Это оно?» «Да. Ну, когда он рассказывает вот этот воин, я же вижу, что он рассказывает словами этого, там, в отрывке. Ну, поняли меня про что я говорю?» «Да, да, да». «То есть это историческая личность, да». «Вот этот человек принес из Багдада на территорию нашей России ислам. И булгары, волжские булгары, предки наших казанских татар, они приняли ислам. У них считается, вот это, они, то есть, на полвека раньше приняли, чем Русь приняла официально христианство. Вот посмотрите, там, в Багдаде, я на что хочу обратить внимание, там, это был центр ханафитской правовой школы исламской, суницкой, суницкой, на которой, которая очень мирно, демократически уживалась в различными направлениями, в том числе суфийскими направлениями. Сколько в Багдаде вот этих мавзолеев, памятников суфиям, там, знаменитым, и так далее. То есть, это такая мусульманская правовая школа, которая практически, в общем-то, нормально уживалась со многими народами вокруг себя. И вот по этой, по этому суницкому центру был нанесен удар. Сейчас многие говорят, а это режет очень слух, что Ирак, это, там, шиитов больше, чем сунитов, там, и так далее. Между прочим, когда читаешь специалистов, они так не говорят. В городской черте там вообще преобладает суницкое население. Вся элита была в Багдаде у Саддама представлена именно сунитами в основном. То есть, они себя идентифицировали, как именно суницкий такой центр, один из центров, мировых центров. Когда Ирак был разгромлен, соответственно, мировым суницким центром себя объявили радикальные группировки, которые находились в Эмиратах, там, в Катаре и так далее. То есть, это салафитские радикальные группировки. То есть, они сказали, вот мы настоящие суниты, понимаете? Вот что произошло. В Эмиратах там же все равно ваххабизм официальный. Да, в Эмиратах ваххабизм официальная религия, а в Катаре салафизм является официальной религией. То есть, суницкий, да, как бы радикализм. Ну, дело в том, что я объяснял в прошлый раз, не хотелось бы сильно сейчас на этом останавливаться. Ваххабизм – это одно из течений салафизма. Значит, и салафизм сам лег на другие, иные правовые исламские школы, чем багдадская. Это ханбалитская школа, прежде всего, и шафиитская. То есть, они, чем их отличие было? Хорошие они там или плохие там по истории? Ну, вообще-то, ну, салафиты-салафиты – это люди, которые обращались к предкам. То есть, они говорили, давайте вернемся к тому, чему нас учил правок Мухаммед и его первые, значит, последователи. Но дело в том, что среди радикалов, среди тех, кто нагнетал религиозную неприязнь к другим народам, появилось течение такфиризма. Вот салафиты-такфиристы – вот это вот и есть то же самое страшное, что сегодня будоражит весь мир. Что такое такфир по исламскому правовидению? Такфир – это неприятие тех, кто неправильно так трактует ислам. Вот понимаете, что произошло? То есть, произошло, что вот люди, которые получили право себя называть, после разгрома Багдада американцами, получили право называть себя Суницким центром, они начали проповедовать вот этот такфир – неприятие тех, кто не так трактует ислам, как они. И это тоже историческое такое веяние такфиристы. И вот это-то люди, которые самые страшные. Мы слышали вот это вот шейха Кордовы, что он говорит. Ну, это классический салафит, но он такфирист. Он как раз нагнетает неприятие и призыв к уничтожению тех, кто неправильно, как они думают, трактует ислам. И вот отсюда идет самое страшное. То есть, те люди, которые получают вот такое вот право, как они считают, быть правильными мусульманами, они вносят в свои исламские школы вот это направление, что мы самые правильные, а все остальные неправильные, и их надо уничтожать. Вот это и есть такфиристы. И вот когда ИГИЛ захватывает Багдад, извиняюсь, он Багдад не захватил, а те города в Ираке, которые вот он сегодня захватил, показывали кадры, как они сносят суфийские памятники знаменитым суфиям, как они уничтожают мавзолей знаменитым суфиям. И, то есть, они не приемлют ничего вокруг себя, что их не устраивает по их правовым школам. Но с ИГИЛом есть, раз уж мы начали заниматься именно и поставили, отталкиваемся от ИГИЛа, там есть определенная хитрость. Я бы эту хитрость хотел бы сейчас сказать на всякий случай, потому что я просто предвижу, чем все это может закончиться. Там есть определенная хитрость. Дело в том, что во главе ИГИЛа стали офицеры Саддама. Это тоже было видно, это было понятно, и об этом говорили многие аналитики. А офицеры Саддама – это классические ханафитские сунниты. То есть, понимаете, получилось так, что эти высшие офицеры, которые обучались многие в Советском Союзе, которые имеют связи и с мусульманами, и с русскими людьми, и так далее, они возглавили вот это радикальное исламское течение ИГИЛ. И во главе вот этих офицеров этот ИГИЛ, эта страшная вот эта вот человеконенавистническая вот эта вот масса, она захватила определенный район в Ираке. И сегодня вот приходят такие сведения, я просто скажу, а вот почему я скажу, потому что в самом начале, когда вот этот ИГИЛ начал свои победы, я вот эту вот тему как раз поднимал в сетях, что на вот это движение надо смотреть именно с некоторыми вот такими вот инсинуациями, потому что вот эти вот офицеры, которые там командуют, они вполне могут вот эту вот массу, вот этого вот интернационала радикального, исламистского использовать в своих целях и выбить с определенной территории американское влияние и образовать на территории Ирака классическую, восстановить классическую сунницкое государство. Вот я вот за вот сегодняшними событиями что-то вот такое прослеживаю, несмотря на вот эти вот страшные казни, несмотря на вот этот вот страх, который вот вокруг себя посеял вот эти вот вот эти вот экстремисты, которые идут и воевать за ИГИЛ, отвоевывают вот эти территории, убивают там, расстреливают людей, иной веры, это вот как раз такферисты, чувствуется, что по действиям высшей власти, которая образовывается вот в этом вот государстве исламском, ИГИЛ, действия происходят антиамериканские. И они сегодня предъявляют претензии, почему-то многие говорили, что вот они сейчас пойдут на Россию, там ударят в подбрюще, с юга там, там поднимут Киргизию, там Узбекистан и так далее. Нет, они сегодня предъявляют претензии с аудитом и Катаром. Они говорят, что давайте-ка с вами разбираться по поводу наших мусульманских вот этих вот центров Мекки, Медины и так далее, кто ими владеет. То есть, похоже, там будет в ближайшее время назревать конфликт вот именно на основе вот этой вот исторической, как раз правовой, исламской. Понимаете, вот у меня есть такая мысль. Если есть вопросы вот касательно вот этого, я попрошу высказаться или свои дополнения сейчас, а потом перейдем к тому, что происходит на территории у нас, России. мне вот интересно просто, вот есть некая группа людей, которая, ну, американскими разведками, она, ну, как в свое время, там, допустим, ГИК, как-то тоже подготавливался, там, Англии. Также в отношении Америки есть понимание, что они сформировали некий пол людей, несколько разных течений, возможно, там, якобы, противоборствующие другу, которого планет, конкретные заказы. А вот вот эта группа ИГИЛ это не одна из них. И вот какие-то, да, американские именно, какие у них течения. И вот есть ли такой, ну, шанс, возможно, что вот эта группа ИГИЛ их начнет давить, а потому что она, ну, другими руководствуются. И кто финансирует? понимание какое? Вы правильно говорите, Константин. Вот как раз на этом и происходит весь интерес вот этих сегодняшних противоречий. Потому что все там завязано еще и на Сирию. И вот эта банда сирийских террористов, которая давила сначала Башара Асада и воевала против шиитского мира, она перекинулась на этот ИГИЛ. И американцы считали, что вся эта сила находится в их руках. Что они спонсируют, значит, через саудитов и катарцев все эти течения. Катар бьется Сирии за выход газопровода свой и снабжение Европы. Ну, это известные вещи в политологии сегодня. Тут я объяснять даже не буду. И все вроде шло по-накатому. Но вдруг получается так, что не по-накатому пошло. И американцы сейчас воткнулись в то, что они сами не понимают, что там произошло и что они могут получить из всей этой каши, которую заварили. Они думали, что они ударили, разбили вот этот багдадский сунницкий центр, перенесли на радикальный суннизм все свои влияния, и что саудиты и катарцы это понятно, что они всегда подчинялись и они находились в зоне их интересов. И вдруг получилось противоречие еще больше. Вот противоречие получилось такое, что мы почему этот разговор заводим? Нам со стороны России хочется понять, где свои, а где чужие. Вообще с кем можно, на кого можно смотреть, как на людей, не как на людей, а на течение, на международную политику, государствам и так далее. Хочется смотреть на кто России будет более лоялен, а кто враждебен кардинально. Вот это нам хочется понять, почему мы сейчас и разбираемся. И я говорю, что когда американцы взорвали вот этот багдад, они считали, что они посеяли войну между шиитами и суннитами. Но это было видно, что шииты начали громить все суннитские центры, в ответ взрывали шиитские всякие памятники и мечети и так далее. То есть там нагнеталась именно война между шиитским и суннитским миром. И когда в Сирии начали воевать, то это был именно бросок радикальных суннитов на шиитский мир. Почему за Асада, казалось бы, за секту алавитов заступился Иран, это страна именно классического шиизма джафаритского масхаба, это мы тоже говорили уже, значит, почему заступился Ливан, Хезбалла, значит, они начали заступаться, они даже признали алавитов шиитами, шиитским миром. И не получилось. Значит, все радикальные группировки, ну не все, конечно, сейчас еще в Сирии продолжается война, они отвоевали определенные нефтяные территории, вот этот ИГИЛ, и они начали воевать за распространение, за расширение своего влияния внутри Ирака. И предъявляют претензии почему-то не дальше воюют с шиитским миром, а предъявляют претензии с Аудитом и Катаром. Вот такая происходит там чехарда интересная. Я понятно излагаю мысли. Я все-таки более так просто ИГИЛ это не американский выборок. Ну я говорю, что они так думали американцы, что они находятся под их контролем. Оказывается они вышли из-под контроля. Я попытался объяснить почему. Потому что во главе ИГИЛа стоят офицеры Саддама. И они не подчиняются Америке. Они их ненавидят. Они потеряли свой мир. Они потеряли все. Они конкретные озверелые враги прежде всего американцев. Пули американских сколько таких самых крупных? Ну насколько мы не можем знать. Это вообще информация как никто это не знает. Мы знаем что движение ИГИЛ возглавляют те офицеры профессиональные офицеры именно Саддамовской школы. Вот это мы можем знать. И я просто делаю такие выводы из-за того что происходит и как это все развивалось. У меня лично сформировалось такое обувательское мнение. Оно сформировалось что когда эти действия пошли во Франции сжигание мусульманской молодежью сжигания машин массовое это раньше было ну как это было перед тем как ИГИЛ закончилась в ближайшие 15 лет я сейчас вопрос сформирую и вот такое ощущение было не только это было во Франции такие волнения начались по многим по всей Европе европейским странам мусульманская молодежь объединилась и такое мнение что как будто мусульмане всего мира договорились о каких-то действиях о выбивании для себя каких-то преференций и как бы продемонстрировали это и это настолько было явно настолько все как бы осели и я знаю прекрасно сейчас что допустим из Чечни принимают в Германию допустим чеченцев как беженцев там платят 1000 евро сразу там как бы и массово очень большая миграция идет сейчас из Чечни вот у меня друзья общались с немецкими коллегами вот те говорят у вас же там стреляют те говорят мы вам сейчас видеозаписи покажем с Грозного там Богдад отдыхает как выстроен Грозный там все хорошо давно просто еду потому что живь богаче и т.п. вопрос какой у меня то есть нет такого понимания как общий мусульманский мир судя по действиям такое ощущение что есть ни христиане не объединены никто спасибо Константин я понял вопрос значит жалко что у вас не было в прошлый раз значит в прошлый раз мы говорили об идее общемирового исламского халифата это как раз тема которая плавненько переходит на те вещи которые происходят и в России и в Европе и так далее значит вот эти все радикальные течения сунницкие я их называю псевдо-сунницкими и сектантскими честно говоря потому что эти люди они извращают все правовые нормы ислама до неузнаваемости скажем так ну вот эти вот все идеи всемирного халифата они витают вот как раз несколько ближайших где-то полтора десятка лет вот о них слышим это началось и там идея Марат Кавказ там и так далее вот все они говорили об едином исламском халифате что это такое в принципе это теоретическое такое понятие исламский халифат это как раз салафитское устремление к возврату к мировому халифату к возврату к тем временам когда ислам распространился на огромные мировые территории когда он подчинил себе практически огромную часть цивилизованного мира первого тысячелетия нашей эры скажем так вот и вот это вот движение когда мусульм вот эти вот проповедники радикального ислама типа вот этого Кардоу и других когда они заговорили о всемирном халифате вот это движение как раз подхватили те правовые школы которые обучали людей отправленных к ним на обучение а мы же знаем что когда Советский Союз рассыпался ну какие были у нас школы там исламские там православные ну практически никаких практически это создавали ну чуть ну не с нуля конечно но многое что создавали и понятно что огромное количество людей как с Европы так и с Россией поехало обучаться исламу попало в радикальные совершенно лапы и они сюда принесли вот эту вот идею исламского халифата и я могу говорить о России я не знаю как там в Европе но конечно там то же самое скорее всего творится там появились видимо организации вот эти вот экстремистские у нас все на слуху Хизбут Тахрир вот этот знаменитый который в Татарстане в Крыму значит это партия типа освобождения ислама от чего-то непонятно вот они призывают к этому всемирному халифату и когда ИГИЛ появился как раз вот с этими мыслями что мы вот мы поставили халифа вот этот Абубак аль-Багдади который у них сейчас является халифом все сказали ура всемирный халифат а на самом деле сегодня кстати идут слухи что Аль-Багдади этого ранили там не разбираются пока ранен или нет а на самом деле они ограничились в замкнутом пространстве они получили доступ к нефти они получили доступ к финансам и похоже очень похоже что вот эта вот группа тех офицеров ИГИЛ она будет добиваться образования на территории Ирака Суницкой Суницкой территории классической Суницкой я ушел немного от заданного вопроса но я хочу рассказать про что что идеи вот этого всемирного халифата они взбудоражили весь исламский мир по всему миру в Европе конечно в России и во всех странах однозначно то есть они посмотрели и думали что да сейчас вот начнется наш исторический реванш и всем понятно что вот эти радикальные идеи они очень опасны потому что многие этим заразились и те экстремистские течения которые существуют сегодня на территории России они имеют огромное влияние и в мечетях и в школах исламских и так далее они стараются уничтожать людей которые проповедуют традиционный российский ислам и сегодня по-моему на сегодняшний день уже счет уничтоженных проповедников традиционного ислама только на территории России уже по-моему за сотню перевалил все знают и взрывы в Татарстане и убийство Саида Черкейского три года назад на Кавказе это колоссальное потрясение для традиционного ислама честно говоря а вот сейчас на территории допустим Дагестана какая какие школы традиционные вообще разговаривать о традиционном исламе надо надо людям объяснять что такое традиционный ислам и что традиционный ислам вообще по идее исторически сживался всегда с русскими людьми как русские инкорпорировались в эту сферу так и они инкорпорировались спокойно и мы объединялись мы воевали за общий интерес за общие территории Иногда происходили колоссальные, конечно, потрясения и войны друг с другом, как произошло на территории Северного Кавказа. Уже 200 лет то затухают, то вспыхивают конфликты. На сегодняшний день, слава Богу, на Северном Кавказе появились лидеры, которые понимают прекрасно и разбираются вот в этих вещах, о которых я сейчас говорю. И они объявили как раз вот этих халифатчиков, такфиристов и салафистов, ваххабистов, они объявили просто шайтанами. Вы слышали все Кадыровы, это шайтаны, я их буду уничтожать. И он правильно говорит, он говорит то, что... Я хочу сказать, что не подумайте, что он там лицемерит или пытается прикрыть какие-то другие мысли. Нет, это действительно так. На территории Северного Кавказа в основном живут суфии, хотя они официально себя называют принадлежными к сунитскому направлению и даже к ханафистскому масхабу они себя относят. Многие, там есть, правда, и шафииты немного, и даже ханболиты немножко есть на Кавказе, но очень мало представлены. Вообще на территории России в основном ханафистская правовая сунитская школа. А шииты у нас не представлены? Сейчас, секунду, тоже говорили в прошлый раз. Значит, это Азербайджан, и это бывшие страны СССР, скажем так. Там представлены. Это азербайджанцы, прежде всего, ну и немного в Таджикистане. Он больше сунитский, конечно, в Таджикистане. Ну, там есть памирцы и территория Горного Бадахшана, там живут. Там это традиционно исмаилиты. Это одна из сект шиитских, очень интересная, мы в прошлый раз о них говорили. Вот территория Горного Бадахшана, как раз памирцы, шииты и азербайджанцы. То есть, шииты, представленные на территории России, практически только приезжимы. Скажем, нету традиционных шиитов на территории России мусульман. На сегодняшний день СССР были. В России сегодня, к сожалению, нет. Хотя, вот именно завязка на понимании свой-чужой, вот сегодня Россия противостоит радикальному исламу, вот в той основе, где она противостоит радикальному исламу. Нам очень интересно как раз контактировать именно с шиитским миром, с курдами и с теми суннитами, которые считают себя непринадлежными вот этим радикальным течением. Традиционным. Традиционным суннитам, да. Вот на основе этого надо ставить сегодня России, спецслужбам и так далее, и вообще нашей идеологической пропаганде именно союз вот с этими силами, с традиционными мусульманами. Потому что традиционные мусульмане, те, которые понимают и разбираются в этих вещах, они прекрасно понимают, что радикальные исламистские течения принесут им гибель и разрушение. И уничтожение всего святого, что они считают для себя святым. Вот это вот хорошо почувствовал Ахмад Хаджикадырев и поставил им крест. Сегодня Рамзан продолжает эту политику. Я не договорил, значит, на Северном Кавказе у нас представлено четыре суфийских тариката. Это прежде всего нагжбандийский тарикат, традиционный для вообще России. Тарикат нагжбандия пришел в конце XIV века с Бухары. Был такой проповедник, основатель этого тариката, Буховеддин, нагжбанди. И мавзолей его является одним из самых святых мест в Бухаре. Значит, ну, чтобы я говорю, потому что это очень важно сегодня. И тарикат нагжбандия лег практически на весь российский исторический традиционный ислам. В том числе и на Сибирь, и на Волжских, и на Башкир, на Волжских татар, и в том числе он пришел и на Кавказ. Он имеет разные формы, но практически вот они себя нагжбандийцами считают. Интересно, что в Дагестане представлен очень сильно тарикат нагжбандия. Кстати, знаменитый Шамиль был нагжбандийцем. Значит, есть, ну, я хотел сказать, что в Дагестане самый основной тарикат суфийский – это тарикат нагжбандия. Очень сильный тарикат, который представлен в Чечне – это тарикат Кадирия по имени древнего тоже проповедника Аль-Кадыра. Значит, ну, у него есть свое даже направление. Кунта-Хаджийское направление по имени чеченского проповедника XIX века Кунта-Хаджи Кишиева. Это был умнейший человек своего времени. Он практически смог остановить вот это вот просто остервенелое противодействие чеченцев России. Вот этот вот проповедник чеченский, Кунта-Хаджи Кишиев. Это происходило в середине XIX века. И он сказал, что чеченский народ должен оставаться гордым, воинственным и так далее. Но не надо воевать с сильным противником, который не несет вам уничтожения. Надо как-то искать методы для того, чтобы с ними сживаться. Вот так он проповедовал. И что было интересно, я понимаю, что никто эти вещи не замечает, но почему-то я замечаю. В прошлом году, по-моему, показали прямо в интернете, были выложены фотографии. Вся чеченская вот эта вот правительственная структура во главе с Рамзаном, все министры в своих вот этих вот кадирейских тюбетейках, значит, они пришли на могилу Кунта-Хаджи Кишиеву. Они отмечали какой-то его, то ли, ну, видимо, какой-то юбилей, связанный с его именем. Вот эту фотографию я сам видел. Вот все стоят, понимаете. То есть этот народ, он почитает свои вещи, он не пошел по пути радикального исламизма, который им навязывали различные вот эти вот, которые приехали воевать ваххабиты там, хаттабы все эти вот. Они их вышвырнули оттуда сами, и они поставили им заслон. И они прекрасно понимают, что только в союзе с Россией они могут этому заслон поставить. Может, еще такая интересная вещь, обратили внимание, тоже пару дней назад, показали по телевизору, что привезли в Чечню волос пророка и две чаши пророка. Как они принимали эти святыни, не видели этих кадров? Вот эти вот, собрался весь цвет Чеченской республики. Мужики в белых папахах, в праздничных, и они показывают с такими песнопениями определенными, такими традиционными, горскими, они встречают вот эти вот святыни. Что вот означают эти песнопения, это тоже надо понимать. Почему я это говорю? Потому что радикальный ислам смотрит вот на все эти традиции, как на такфир, понимаете. Они это не признают, они это уничтожают. А для чеченцев это обычаи и традиции. Они исполняли кадирийский зикар. Зикар – это духовный такой танец. Ну, все видели, как они по кругу ходят. Это зикар, как раз кадирийский зикар. У нашбанийцев другой зикар. Если сравнивать, допустим, с христианством, то в православии есть, чем отличается, допустим, православие от протестантизма. Они говорят, что нужно только Библию и все. А в православии еще много на предание. То есть то, что передавалось с апостолами, то, что как раз таки есть традиции православия. И вот в этом плане тоже есть такое вот столкновение идей. Это тема, Константин, тема как раз православия, его христианство. Я просто пример привожу, что как радикальные исламисты говорят, что нужно только Коран, точнее даже не просто Коран, а то, как мы учим Коран, и все остальное – это неправильно. То у традиционного ислама еще есть традиция, про которую сейчас и говорите. Я имею просто параллель такую провел, не больше. У каждого народа есть свои традиции. Ислам, когда накладывался на определенные народные традиции, он с ними смешивался. Вот то же самое, посмотрите, вот у сибирских татар. Они сегодня говорят, вот мы смотрим на Казань. Сибирские татары, я с ними проводил беседу. Почему на Казань? Ребята, а вообще-то у вас же свои традиции. К вам ислам пришел в XIV веке, у вас свои традиции, они наращивались, они смешались с сибирскими определенными верами. И сегодня ученые рассматривают, допустим, сибирский ислам как синкретический ислам. То есть это смесь, не смесь, а накладка традиционного вот этого суфийского, суницкого ислама на какие-то традиции народов Сибири, скажем так. И очень много вот среди настоящих сибирских татар осталось вот этих вот древних верований, почитаний, различных там обрядов и так далее. И это все как бы плавно вписалось. И это все в основе составляет как раз традиционные верования именно народа. Я вам скажу, вот барабинские татары, это очень молодой этнос, вот говорят барабинские татары. Это очень молодой этнос, он был признан только в истории где-то, по-моему, в XVIII веке. Вот они появились. А что это такое? Это как раз вот накладка. Они имеют свои верования, они долго были шаманистами. И представьте, вот обычные традиционные барабинские татары, у них вот помощь вот такая вот ислама, каких-то маленько шаманских культов, каких-то вот, как они называют, анемических культов, ну тоже в науке так называется, это верование там в воду, там в лес, вот такое вот. Там идет вот эта вот смесь. Но они как народ, барабинские татары, они получились, они вот этот вот субэтнос, он получился, он прозвучал, и сегодня барабинские татары являются одним из народов России. Понимаете? Я достаточно понятно объясняю. Вот вы правильно задаете вопрос, что каждый народ имел свои традиции. На Кавказе были адаты. Всегда. Они и сейчас есть. И те адаты, законы гор, которые они соблюдали веками, они определяют вот эту самобытность каждого народа. То есть у чеченцев там одно, ингуши тоже в айнахи, они немножко отличаются от чеченцев чем? Своими адатами какими-то, какими-то законами. Чеченцы это, значит, у них святилище это гора. То есть там тейп принадлежит какой-то горе. То есть они как своим святилищем считают определенную гору. Каждый тейп. То есть они там где-то их коронят, своих предков там и так далее. Значит, у ингушей они считаются люди башен. Вот у них башни. Не горы, а башни. Может я в чем-то ошибаюсь, может меня, конечно, кавказцы и поколотят за это, скажут, что ты неправильно трактуешь. Ну, я так читал. Понимаете? И у каждого народа есть свои какие-то традиции. Древние традиции, которые они передавались веками. А на эти традиции уже наложился кого ислам, на кого-то и христианство, как на осетин. На часть осетин, скажем так. И вот эти вот разнообразные культуры, они в свое время, может быть, где-то и в чем-то и разрывали, и давали какие-то противоречия. Но в основном они вот эту вот нашу общероссийскую, общегосударственную культуру, они обогатили. И если вот воспринимать это как богатую, традиционную, такой вот потенциал, к этому надо так и относиться. Потому что совершенно дико сегодня представлять, что мусульман надо из России выгонять или уничтожать. Но это совершенно просто ненормальный только человек может такое сказать. Это не то, что кровь и война, это конец всем, скажем так. Объявить вот такую политику, к чему при называют некоторые радикальные националисты, скажем так, русские. И чего многие, так сказать, не воспринимают. Настоящий националист на самом деле не призывает к этому. Я о чем и говорил. Национализм наоборот, понимание такое, что нужно просто себя научить чувствовать, понимать и как бы выстроить... Я называю это маргинальным национализмом. Выстроить такие адаты русского народа. Потому что тоже не совсем верно, когда выходцы откуда-то из Кавказа, и исламские группы объединяются и начинают поддавливать коренное население. Это неверно. В этом отношении, если бы не было вот сегодня таких противоречий в нашей стране, которые связаны в том числе и с разрушением СССР, вот пошли эти противоречия, прошли эти взрывы, этнические, националистические и так далее. Если бы их не было, этот вопрос был бы очень легко решаем. Этот вопрос вообще решается обращением к старейшинам этих народов. Это я однозначно знаю. Я служил еще в Советской Армии. Я помню, насколько было легко служить с мусульманами. Почему? Потому что самое главное, что они боялись, они могли там, ну извините, поборзеть где-то, где-то чего-то. Ну все бывает, молодые парни, все. Понимаете? Но самое страшное для каждого мусульманина было, если ему замполит говорил, парень, я напишу письмо в твою деревню, что ты плохо служишь. И было видно, как этот пацан сникал, падал на колени и говорил, только не это. Понимаете? Эти вопросы решаемы, если бы не было вот такого взрыва ненависти, связанного с разрушением нашей страны. Понимаете? И возврат к традициям народа, он нужен. И я вот, моя мысль, надо помогать российским традиционным мусульманам решать свои проблемы. Мы должны помогать им, а не уничтожать их. Идейно. Ну, я вот так могу сказать, что Кавказ, и вообще я читал репринтные издания, скажем так, мемуары, те, кто держали, ну как бы отвечали за Кавказ, это ну еще в царское время, там очень интересное понимание, как бы описывали. И Кавказ неотделимо от казаков. И отношение России и Кавказа определялось этими невероятно сильными людьми. Пока они были, когда они были, был порядок, потому что, ну... А почему? Потому что казаки пришли с пониманием традиции, между прочим, горки, с двугорских народов. Они поставили себя, ну там, да, там долины осваивали казаки, но они с горскими народами вынуждены были сосуществовать в общем понимании, хоть и воевали друг с другом. Я проговорю, есть сравнение, в том числе и Ермолова, как бы он, когда, ну война была там в разные периоды, когда он пришел в итоге к власти, ну на этой территории, он понял, что допустим русские не справляются с горцами, ну менее устойчивые. Казаки уже лучше, ну вот, которые вот именно линейные казаки, которых он там на территории, они не просто останавливали, они прям давали нормально, осаживали достаточно сильно Кавказ, и Кавказ как раз-таки стал, ну силу на самом деле признает, они как такие простые и искренние народы признают только силу на самом деле. И когда Ермолов, если про Чечню говорить, то он там тремя вещами решил вопрос Чечной, который долго не мог решиться для него. Это просеки километровой шириной, чтобы нельзя его пострелить, и это заложники. Он когда вел, Аманат, по-моему, этот институт называется, когда захват, забирали у стариков и в случае нападения их казнили. И он, по сути, вопрос с Кавказом решил. Так вот, Россия и Кавказ, именно действием России внутри своих же лейкоцитов, как я называю казачество, вот вся проблема. Пока вот они на своей территории были, и была вот эта прослойка защита казаков, ребята очень спокойно себя вели, когда, конечно, они вот сюда в территорию заходят, учитывая, что национальное чувство, оно вытравливалось порядка ста лет советского правления, там были плюсы, были минусы, но национальное чувство убили искусственно, специально уничтожали, технологично, то Кавказу нужно просто и на уровне законов, и на уровне какого-то такого отношения, ну, сейчас на самом деле делается это, сейчас выстраивается это, то есть важно, именно радикализм полностью нужно уничтожить на территории, не должно быть радикалов, ни с какой стороны, это факт, и действительно нужно работать и со старейшиной, и работать с национальным чувством у нас внутри. У вас правильная мысль в том, что надо работать вместе, вот с этими всеми вещами надо именно работать вместе с этими народами. Вот сегодня, честно говоря, мы живем не в Средневековье и не во времена Ермолова. Про Ермолова очень много сказок, и вот то, что вы мне сейчас сказали, это одна из сказок. Значит, я вам скажу так, Ермолов туда пришел, он провел несколько радикальных действий, и буквально в 28, по-моему, или 29 году, ну, 1828 или 29, его сняли, именно вот за эти радикальные действия, поставили туда там наводил порядок уже дальше Паскевич, он тоже был парень довольно-таки радикальный, и как раз после их вот этих вот вещей вспыхнула страшная Кавказская война. Ничего там, никакой порядок Ермолов не навел. Вот, Ермолов, это герой русский, он герой Отечественной войны, 19-го года. в своих песнях до сих пор уважают три человека. Они не уважают Ермолова, они не ненавидят. Ермолова уважают, они Толстого, Лермонтова, Кушкина. Они уважают Ермолова, уважают, по-моему, Бакланова и Сталина. Вот три фигуры, которые они запомнили. Это сказка Константин. Я не знаю, кто вам рассказывал. Подождите, есть такой, один из духовных лидеров, которого сейчас нет, Тимур Пуцараев, ну, он как бы по-разному можно относиться, его в одной из тратических операций уничтожили, он воевал против нас, и он один из таких, которого слушала вся Чечня, это правда. И у него есть там в песнях, я прям могу найти их, даже сейчас. Он прям Ермолов, Сталин, еще, фамилии не помню, до сих пор помнит, и с уважением относятся. А еще, я вот про как раз-таки этот управляющий краем описываю, что именно Ермолов там выстроил, там в чем суть-то, его нельзя было купить, Ермолова. А все до Ермолова, они покупались. Я же не введя Ермолова. Я расскажу. Они покупались и разменивали, как хотели, этих управляющих краем. И именно он пришел и выстроил все-таки такую систему, конечно же, там купили в Москве, его руководство, и его сняли. Я развею миф, что Ермолов на его порядок. После Ермоловой Паскевича началась страшная война. Ну, потому что до этого, я объясню, из-за чего война произошла. До Ермолова, Кавказ, Чечня всегда были хищники. Хищники, это на средневековом языке, на той территории, называли в основном чеченцев. Чуть-чуть ингушей, карачаевцев и еще частично там Дагестан. Не весь Дагестан. Это просто люди, которые воровали людей и спокойненько брали потом какой-то доход с этого. И это норма жизни была. Там пропитаться мало чем можно, и весь народ так жил. И когда Ермолов, там в чем смысл, их победить было чеченцев невозможно, что там многовековые сосны, не пробиться, туда не пройдешь даже. Рядовая, в смысле, такая действующая армия, это не средневековые отношения. Ну, у них отношения-то да, это уже была такая, мушкеты, там, в общем, никакая армия туда пройти не могла, а теми отрядниками, какие ходили, чеченцы их перестреливали. Это правда. И когда он сделал просеки, это доступ туда, видовой армии, они начинали наводить порядок, и те не смогли уже брать заложников. А раз так, они начали ощущать действия русского закона, который действует для всех. И они против этого властей стали. Поэтому все справедливо. Константин, давайте короче возглавлять свои мысли. И это все. Вы говорите понятные вещи очень долго. Значит, об этом писал и Данилевский, русский историк, Николай Яковлевич в трактате «Россия и Европа». Вот у него я первый раз это прочитал, что, в принципе, чеченцы, как народ, это древний народ, войнахи, они контролировали, скажем так, военно-грузинскую дорогу, как потом ее называли. Тогда она называлась Тифлийская дорога. И после того, как к русским попросились грузины, русские, ну, как они присоединили в Грузию, а дорога-то, которая единственная ведет в Грузию, контролируется вот этими вот людьми, которые веками эту дорогу контролировали. Они брали там свою мзду, они там, может, кого-то пропускали, ну, крышевали, скажем так. Вот этот проход, вот эти вот обряки, чеченцы, там, и так далее, горцы. Ну, это, как бы, вот. Пришли русские, поставили по этой дороге свои посты, и все, опа, у них прекратилось как бы поступление определенного дохода. И это вызвало, конечно, колоссальные вот эти вот сдвижки. С какими-то народами там, более северными, русские договорились более мирно, а эти, как совершенно не принимавшие никакого насилия над своими традициями и так далее, они начали просто страшнейшую войну. Все вот их шейхи и появившиеся народные вот эти вот руководители и мстители, они как раз начали все. Вот появилась сила, которая поставила нам препон, значит, Ермолов был один из тех людей, который пришел, вот это своим простым взглядом увидел и сказал, давайте все вычищать. Я про что говорю? Ермолов там не навел порядок. Значит, я еще раз говорю, не навел. Это была временная какая-то там, это самое, победа, после которой там Ермолова сняли, потому что он не смог с этими народами договориться. Сняли, убрали. Поставили Паскевича, Паскевич тоже был парень такой крутой, тоже там помахал шашками и пушками пострелял вот этих знаменитых шейхов горских, уже при Паскевиче там убивали. Значит, забыл, шейх Мансур был раньше, забыл, шейх Мансур это уже Шамилин он был. Нет, шейх Мансур, это самый первый шейх, которому поклонялись, он был еще при, его судили еще при Александре Первом и там в начале, даже до Наполеонской войны, он там в Шлиссербургской крепости сидел, судилище над ним там было. Нет, это было совсем раньше, это был первый человек, который противопоставил себя именно царской российской власти, еще до Ермолова шейх Мансур. Но он прям в таких героях, он весь истерзанный, истрелянный был. Да что он, он сидел в Шлиссербургской тюрьме, он не покорился, его судили, его судили и он этим прославился, там вся общественность, там Россия из-за него переживала, за то, что он не покорен, он действительно был великий человек, кстати, не он начал войну, между прочим, первая стычка произошла, заступлюсь опять же за горские народы, ну могу и не заступаться, могу много наговорить всяких претензий, неважно, но заступлюсь, потому что помню, 1785 год разорили под командованием какого-то полковника, не русской фамилии, по-моему, немецкой, разорили одно из горских сел, жесточайшим образом, вот там как раз был как-то связан Шейх Мансур, после этого он объявил сопротивление вот этого самого, и пошло-поехало, его там арестовали, посадили в Шлиссербургскую крепость, долго он там просидел, он не сломился, его судили, и он так и умер, короче, не сломленный, вот это был Шейх Мансур, вот на основе его вот этого подвига, скажем так, непокоренности, пошли уже остальные там шейхи, я забыл уже, как их звали, и которые начали сопротивляться Царской России, и если уже взглянуть объективно, извините меня, то сопротивление вот этой Царской России, которая на своей территории была и припасничество практически, почти рабовладение, и так далее, понятно, что горские народы воспринимали это очень негативно, они не хотели вот этого, они воспринимали, что Царская Россия придет, и они так же нас всех поработят, и так же будет крепостничество, и так далее, они начали воевать против этого, понимаете, вот Ермолов не смог донести до горских народов какую-то политику особенную, он действовал жестко, прямо как военный человек, который пришел из-под Бородино, как он там действовал, понимаете, он был начальник штаба, один из знаменитейших, он был герой Отечественной войны, начальником штаба всю жизнь был, первым начальником штаба, практически все сражения разрабатывались его, это был военный профессионал, и он сразу начал рубать просеки, и так далее, все вот эти вот вещи, которые видел, как военный человек, быстро, думая, что он быстро покорит эти народы, Но он их не покорил. И война продлилась десятки век. Если бы его не сняли, он бы довел. Нет, его сняли. И Паскевич там тоже был. Я говорю, Паскевич тоже был крутой парень. Паскевич славный все равно был. И сняли его там что-то по поводу персидских заморочек. Там была русско-персидская война. Ермова, не помню уж причину, но почему-то сняли, его заместили. Вот. И насколько я помню, потом Шамиль даже, по-моему, с Ермовым встречался, когда его везли. Они на друга даже смотрели. Ну, когда Шамиль перешел, это, конечно, было круто. Это большая была победа вообще. Такого здравого смысла. Когда он ушел и оказался действительно неплохим очень воителем на нашей стороне уже. Где? Он не воевал. Он просто был в Силке. Он не воевал? Нет, он так и прожил свой остаток дней в Калуге. Нет, он не воевал. Он просто, когда попал в Россию, когда его провезли через Россию, он же сдался в плен для того, чтобы не уничтожали его народ. То есть, когда уже русские с помощью вот этих кровавых военных действий, они уже практически были перед гранью того, чтобы уже уничтожить все эти последние аулы. Шамиль сам сдался, сказал, все, возьмите меня. Ну, его приняли как большого-большого человека, отправили его. И когда Шамиль шел через Россию, в его понимании возникло понимание, что он зря воевал с этой страной, что надо было договариваться. И русские это понимали потом, нормальные русские, что надо было какие-то искать соприкосновения. И эти соприкосновения, надо сказать, к концу 19 века были какие-то найдены. Найдены, потому что это было все в более-менее приличных формах. Кавказцы пошли воевать уже за русских. То есть, уже пошли профессиональные воины кавказские. То есть, их брали из элитных семей, ставили. И пошли вот эти вот знаменитые дивизии, которые решали. Дикая дивизия, ну, это уже во Второй мировой войне. Они же были еще и в Японской войне. То есть, эти люди уже начали конкретно принимать, участвовать в делах России. Понимаешь? И вот если бы не случились вот эти вот следующие перипетии, то вполне возможно могло быть и нормальная картина. Но когда случилась гражданская война, опять наложились определенные вещи. Там было опять восстание дагестанских вот этих вот шейхов в 30-е годы уже. Их подавили очень жестоко. Уже войска НКВД, ну, или кто там был, не НКВД еще тогда, кто там. В середине 30-х годов очень жестоко опять подавили с помощью пушек и так далее. То есть, был такой посыл, что определенная часть кавказского народа, она поняла, что она принимала Россию. А была определенная часть населения, которая ненавидела за вот эти вот подавления, за кровавые разборки. И поэтому возник такой вопрос уже во время Второй мировой войны, когда определенная часть горских селений, она ударила практически в спину нашим войскам. И за что? Сами со струбками не ударили. Было такое, да. Там были определенные такие накладки, с чисто психологического характера, действительно, что люди мстили за определенные действия советской власти. У чеченских бардов, там Муцарая в частности, и у Хаджи, какой-то тоже бард есть. Есть описание встречи Шамиля с шейхом Мансуром. Ну, это же, не, барды все равно, как-то, часть... Они говорят о народной психологии. Да, да, да. И они прямо, ну что, шейх Мансур, там, его чуть ли не застрелить хотел, но там Шамиль повернулся спиной, чеченцы в спину не стреляют, ну и вроде как разошлись. Тот сдался в плен, там, проклятым врагам, там, и т.п. А шейх Мансур, типа, пошел там до конца, бил сапоги, в смысле, там, его в плен, замучили, и он не сдался. Вот такое вот описание у них. Там действительно проходили очень грандиозные события военного плана, и эти события сегодня до сих пор откликаются нам. Помните вот эту знаменитую историю, когда поставили чеченцы памятник вот этим девушкам, а, знаете, да? А шахидкам, да? Ну, как они говорили, шахидкам, как это было модно. Ну, на самом деле, это, как они считают, что эти были героини, которые потащили в горную реку русских солдат, которые конвариировали, связанные. Ну, а если разобраться, этот памятник был установлен горцами так, немножко в отместку, потому что во Владикавказе поставили памятник Ермолову. Ну, понимаете, поставить Ермолова на Кавказе, это было воспринято чеченцами, как вот удар. Вот они взяли, поставили памятник и не девушкам, которые тащили русских солдат. Понимаете, ну, маленький такой показ того, что, ребята, ну, вы, в принципе, знаете, что мы, в общем-то, народ, который понимает и чувствует свою идентичность. Понимаешь? То есть, это был протест против установки на Кавказе памятника Ермолу. У меня складывается такое ощущение, что вы как-то так легко относитесь к той деятельности кавказских народов, я не говорю про мирные народы, а такой хищных народов, в отношении русских. А в чём сложность-то была? Кавказ абсолютно спокойно считал себя волками, которые должны спокойно есть овец, кур, как они воспринимали мирные народы. И для них похитить человека, ну, как угодно, там, измываться, это была норма. Мы уже прошли этот вопрос, что они контролировали Тифлецкую дорогу. Дорога-дорога. Они ещё и выезды, они ещё вылазили. И вот проблема-то была. Их называли бобреки, горские разбойники. Проблема-то в этом была. А то, что Ермолов, он просто это остановил и сделал доступ к кавказу. Да я говорю, не остановил он этого, он не нашёл. Его сняли просто, он бы надавел до конца. Он не нашёл той технологии, чтобы остановить эти горские народы. Ему надо было всех уничтожать. Он к этому говорил. Его сняли. Так хищника надо всегда уничтожать. Вот вы говорите, что они хищники. А чеченцы сегодня живут и говорят, ну это немножко не так. Всё-таки мы имеем более богатую историю, чем вы нам её преподаете. Согласен. У чеченцев действительно богатая история. Есть разные тейпы. Вот Алу Алханов до Кадырова, допустим, у него нет ни одного предка, который бы воевал с русскими. Там есть разные тейпы разной силы. Его почему-то сдали Алу Алханову. Я не хочу, чтобы сейчас сидеть и именно выступать таким защитником. Да нет. Вы знаете, я хочу... Я хочу, чтобы все смотрели друг на друга объективно. Если чеченцы сегодня смогли в себе, вот на официальном уровне, по крайней мере, в народе там идёт очень большой постсоветский конфликт. Постсоветский, поствоенный. Поствоенный, психологический какой-то угар, психологический удар. Они многое пока ещё не могут простить. Но на официальном уровне у чеченцев идёт как раз понимание вот этих всех исторических вещей. И если читать вот парламентские вестники Чечни, читать их идеологов сегодня, они как раз на официальном уровне разбирают эти вещи очень объективно и пытаются понять, как надо замерить вот эти все исторические конфликты. Я призываю к тому, чтобы со стороны русских людей было движение тоже в понимании вот этих вот вещей. Оно есть. И говорить, что чеченцы были разбойники, вот которых надо уничтожать, я не согласен. Нельзя так говорить, понимаете? Мы наживём сегодня таких врагов. Вы мне приписали, что я не говорил. Я не говорил, что надо их уничтожать. Я говорю, что тех, кто... Вы говорили, что Ермолову надо уничтожать. Сейчас игре. Тех, кто были разбойниками, тех надо уничтожать. Да как разделить? Они друг с другом все объединены. На самом деле Кавказ такой маленький, что там все чётко видно. Скажем так, это политика XIX века, которая таким образом как-то прошла. Вспомните наших знаменитых писателей и поэтов. Вспомните Толстого, как он писал свои великолепные кавказские повести. Значит, как шейх, как знаменитый роман, как уже вылетел из головы в нашем пылу. Значит, вспомните Лермонтова, как он писал эти великолепные кавказские поэмы. Возьмите героя нашего времени. Помните, что говорил Максим Максимович из «Героя нашего времени» про чеченцев? Нет, да, он сказал, сейчас, подожди, Максим Максимович когда в телеги ехал с Печорина, говорит, чеченцы отчаянные головорезы, но молодцы. Понимаешь, вот это вот отношение военных русских людей, когда они встретили вот это вот сопротивление и силу, оно было уважительное, и том числе и наших казаков. Они, да, они воевали, воевали на определенный момент, но они уважительно держали какую-то границу. Ну, это совершенно своя Адата, да? Нет, ну не свои Адаты, а какие-то есть. Кстати, Шейх Манфурчим известен, он как раз внедрял это, пытался заменить законами шариата Адаты как раз таки. Это его такое движение было. Почему его турки поддержали? По поводу Чечни еще сегодня произошла вот такая вот политическая стыковка, по крайней мере, и это произошло у нас в исторических... Ну, это мудро, и со стороны Путина, и со стороны Кадыровых. Да, 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 согласен. И посмотрите сегодня, со стороны чеченцев очень сильно уменьшилось количество вот как раз таких хулиганских выходов со стороны их молодежи. Потому что Кадыров влияет вот на эту вот систему. Каким-то образом... Это достаточно дорого. Это дорого, но уменьшилось. Не сравнить с тем, что было в начале 2000-х годов. Сегодня вот беспределы там, беспорядки. Если кавказцы это самое, то чеченцы еще реже, реже, реже. В основном еще продолжают дагестанцы светиться, пока еще там азербайджанцы и так далее. Ну, чеченцы, я вот это вот видно, что меньше. Вот это вот результат как раз правильной политики. И я как раз хочу говорить о том, как политику должны поддерживать все, по идее. И понимать ее. И с той, и с другой стороны. Иначе мы просто не придем ни к чему хорошему. В то время, когда происходит вот это нарастание, вот это вот радикального влияния радикального ислама. По хизбалла. Раньше просто так прям на слуху постоянно было, а в последнее время что-то подотухает. С чем шеф? Насрала знаменитый. Ну, что такое. Так называется. Насрувлаев. Ну, что сделал, то сделал. Насрувлаев его зовут. Насрала. Значит, по-разному его называют. Значит, это классический шеит джафаритского масхаба. То есть он очень близок религиозно к Ирану находится. Ну, почему было на слуху? Потому что у них была война с Израилем конкретная. Израиль типа хотел их подавить. Как и вообще, это же началось все с того, как Иран объявил себя противником израильской вот этой политики на Ближнем Востоке. И знаменитый иранский президент. Ахмадин Инижат. Когда он объявил Израиль и поставил ему некоторые препоны, то Израиль начал войну с шиитским миром. И в том числе ударил по Ливану, по Хизбалле. Ахизбалла является как бы вот таким же классическим шиитским, такой же шиитской организацией, как весь Иран, скажем так. Ну, была война очень неудачная. Они там потерпели поражение. В том числе и благодаря советским установкам Корнетом подбили там достаточно хорошее количество танков израильских. Но это все стихло-стихло и в общем-то у Израиля закончились какие-то основания для того, чтобы дальше продолжать с Ливаном войну. И поэтому все и затухло пока в режиме ожидания. И потом Израиль начал наносить вот эти совершенно ненормальные дебильные удары по Осирии, когда они там впускали снаряды свои неожиданно, взрывали какие-то склады и объясняли тем, что они наносят удары там по каким-то складам какого-то страшного оружия. То есть это кипит как раз вот результат вот такого противостояния Израиля и шиитского мира, скажем так. Радикалы вот этого псевдо-суннитского толка, они с Израилем как бы находятся в союзниках, в некоторых вещах, особенно вот в борьбе с шиитским вот этим миром. С Сирией, с Ираном, с Хизбалой, с Ливаном. Но пока вот на Ливан такого особого внимания не уделяют, потому что они дали довольно хороший отпор Израилю, скажем так. Другой вопрос. Вот насколько я понимаю, ну как бы один из трудов я изучал, там касалось конкретно ассасинов. Вот это, ну всем понятно, что это товарищ Амар Хаяма, как бы там шейх на горе. Ну у меня почему-то единственное, что отложилось, что... Амар Хаяма это был эсмоэлит, значит, да? Вот, ну они в одной медресе учились, только Амар Хаям ушел там на Писание Рубаи, а этот захватил какое-то государство там, ну там недалеко, со своими воспитанниками, возможно, и просуществовала там эта империя ихняя где-то года, в смысле три поколения. Пока сельджуки, а нет даже, или чингизиды, или... Константин, это история, мы ее прошли в прошлый раз, и говорили в том числе про ассасинов, я вам отвечаю. Сейчас, я прям кратенько. И вот, ассасинские, как бы, диверсии, они очень похожи на вот это вот действие... Шахидов. Шахидов. Говорили мы на эту тему как раз в прошлый раз. Сейчас, я прям, короткий вопрос, он интересует. Вот, нет никакой исторической связи? Конечно, есть. Мы, почему... Я говорю, что... Ну, не хочется опять повторять то, о чем уже говорили. Поэтому рекомендую просто посмотреть, как раз эту тему все раскрыли. Как раз историческая связь есть. Вот эти вот шахидские установки от древних вот этих сект, которые... Манихейские секты перешли как раз вот эти вот в секту эсмоэлитов во многом. И ассасины, это эсмоэлиты, это кинжальщики. Они именно ножами хорошо орудовали, они производили политический террор. В древние времена накидывались, могли убить какого-то повелителя, какого-то халифа, не знаю, какого-то руководителя. Могли просто воткнуть его, их тут же убивали. Они как бы считали, что они получают потом в высшем мире совсем другие ценности. Вот это и есть шахиды, которые пошли вот из древних времен. Да, совершенно верно, есть. И те же действия наркотиков уже тогда использовали? Ну, естественно, все это, да. Представьте, даже до сегодняшний день все эти отголоски древности, они еще есть. Помните, совсем недавно, года три или четыре назад в горном Бадахстане была заваруха в связи с убийством одного из генералов МВД Таджикистана? Да. Его убили ножом, его зарезали. Вот представляете, это как раз вот исмаилиты, потомки вот тех древних ассасинов. То есть я сразу так обратил внимание, опа, а чем убили-то? Не застрелили ничего, а именно зарезали. То есть кто-то кинулся на него, зарезал, тут же принял шахидскую смерть. Но это все-таки сунитское подразделение исмаилиты? Исмаилиты – это секта шиитская. Вот, вот. Я мархоям. Шиит. Может быть, надо проверить. А я что-то посмотрел в интернете и не нашел. Это шиитская секта, она древняя шиитская секта, которая, наш этнолог, знаменитый Лев Николаевич Гумилёв, относил их к черным сектам, выбравшим в семья вот это манихейство, отрицающим жизнь и так далее. Ну, тем не менее. Исмаилиты – это очень интересная штука. Им больше надо внимания уделять. Ну, ради Бога, каждый имеет возможность почитать. Я так раз-таки, вот, почему, вот, про современную модель, я-то почему туда и зачем занырнул? А у них, у шиитов, прям, основано четко. Ну, в нашу же тематику попадает. У них, как бы, основано, что вот есть 12 имамов открытых и 13-й скрытый. И вот на вот этой вот модели ими управлять невозможно. В любой момент, может, какой-нибудь человек вырвался, я тот самый скрытый шиит. Ну, в смысле, этот имам, подчиняйтесь мне. Ну, и вот, я скажу, что классическая шиитская школа, она очень к этому относится уважительно и осторожно к этим вещам. Это классическая, вот, что я назвал, вот эта вот в Иране школа, я еще раз повторяю, джафаритский масхаб, двунадесятники их зовут, они всех 12 имамов они признают. Исмаилиты, это совсем другая история, это секта, которая остановилась на шестом имаме. И причем не на нем самом, а на его сыне Исмаиле. Значит, там совсем другие заморочки, они вобрали в себя древние античеловеческие вот эти вот антижизненные культы различные, это была черная религия, они в свое время пришли в Египте к власти, династия Фатимидов была, после этого они благополучно рухнули, как химера, вот, и рассыпались по всему миру вот эти Исмаилиты. То есть это секта, довольно интересно сказать, что они вот такие вот античеловеки и так далее, но интересные ребята, скажем так, по истории за ними надо следить, за Исмаилитами, это очень интересная тема. Я не специалист в ней и не готов, как бы сильно вот ее, потому что боюсь во многих вещах ошибиться. А курды? Курды это же вообще такая анти… Правильная тема, именно касающаясь сегодня. Когда мы говорим о том, с кем нам надо быть, я произнес уже имя курды. Значит, кстати, вот один из политологов сегодня современных, Семен Багдасаров настаивает на этом, говорит, против этого ИГИЛа надо дружить с курдами. Но он, как армянин, у него есть позыв близости к курдам, это я его понимаю. Я как бы еще… Езиды же, да? Нет. Езиды, это совсем вообще другая история и кое-кто относит езидов к курдам, скажем так. Курды очень много… Езиды, у них даже совершенно своя религия, я не помню, как ее зовут, но скорее всего это отголосок чистого зороастризма. Вот наиболее чистый зороастризм, оставшийся из древних времен, как раз вот где-то у езидов, где-то у них вертится. Понимаете, как их называется религия, я точно не помню, но где-то там. А курды – это смесь… Это не сказать, что курды – это вот нация или этнос, это смесь многих древних всяких ассирийцев, бетрусцев, я не знаю, там такая помесь горячая, и смесь различных религий. У курдов есть и такие, есть и шииты, есть и сунниты, всякие есть, понимаете. Курды – это очень широкий народ, но они как-то себя дистанцируют. И у них тоже есть, на них оказывает древнее влияние вот именно зороастризма. Посмотрите на флаг курдов в Иране, вот эта вот курдская область, в Ираке, которые сейчас воюют с регион. Вот посмотрите на их флаг, у них там солнце, то есть это солнце-огнепоклонники. И плюс у них три полосы исламские. А к чему? Там есть и мусульмане среди курдов. И вот этот знаменитый Барзани, кстати, который дружил с Советским Союзом, и его сын сегодня имеет огромное влияние, там курдская рабочая партия и так далее. Так вот, вот оно солнышко, да, на их флаге. То есть это о чем говорит? Значит у них есть влияние огнепоклонников вот этого зороастризма. Это однозначно. Значит, вот этот Барзани, как сказал Семен Багдасаров, недавно от него услышал где-то месяц или полтора назад, он является суннитом, суфием, нагжбандийцем. Тарикатан нагжбандия, да. То есть он суннит суфий. То есть он практически находится в одной религиозной плоскости с нашими мусульманами российскими, в том числе и с кавказскими. Не просто так, а вот он не какой-то там зороастрийец, он суфий нагжбандиец. Ну, курды и езиды одно пишут. Ну, неправильно они пишут. Потому что езидов кое-кто относит к курдам. Ну, немножко так да, немножко так нет, но езиды совершенно отдельные. В исторической справке написано, что просто их все время османы постоянно поддавливали, заставляли принимать ислам. Поэтому часть курдов приняла ислам, а вообще езиды действительно, у них там есть поклонение солнцу и поклонение сатане. Потому что когда сатана придет к власти, он не покоряет тех, кто ему поклонялись при жизни. То есть у них тоже есть отголоски манихейства. То есть манихейства, наложившиеся на зороастрийство. Наверное, так можно их квалифицировать. Осирийцы они. Ну да. Вряд. Часто вряд, но здесь будем не верно. Нет, езидов к курдской вот этой плоскости относят, да. Но езиды сами себя считают езидами, а не курдами. Ну а здесь, ну да. К сожалению, не часто это практически, что касается политики. Надо проверять все это в различных, в перекрестных источниках надо всегда проверять. И опять, заканчивая, наверное, давайте заканчивать все-таки нашу встречу. Если есть, может какие-то вопросы, я, пожалуйста. Может я что-то интересное скажу? Такфир. Конечно, такфиристы – это и есть самое страшное. И вот они там… Самое страшное – это салафиты такфиристы. Вот именно те, кто не признает вокруг себя тех, кто считает неправильными тех, кто исповедует по-другому, чем они. Это же страшно. Это вот это самое страшное. Такфиристы – это самое страшное, да. Я читала где-то, что они как раз обучают своих детей в медресе такого толка. Они посылают своих на обучение молодежь, посылают в Арабские Эмираты, в Египет. И какие оттуда они приносят влияние веяния каких правовых исламских школ, только диву даешься. И когда они приходят, все это приносят на наш традиционный ислам, они потом начинают убивать своих традиционных имамов. – Традиционный ислам силен, почему они не могут… – Традиционный ислам для арабов, может быть, он и для них традиционный. – А выяснили? – Нет, у них сейчас очень большие стычки. Там в мечетях творится такое, что традиционные мусульмане уже начали бояться вот этих вот решений такфиристов. Я даже в ВКонтакте нашел кучу их групп такфиристов. – Вон они, ссылки на них. – Они не запрещены еще официально? – А это не понимает никто. Они не объявляют себя, вот мы такфиристы. Такфиризм – это то, что присутствует в радикальных течениях. Это страшно. – И это отдельно, это не то, что не знаем метаохиды, и так далее. – Не механизмы, это другое движение. – Да это не движение вообще. Это просто, вот я обозначаю это как вот это явление, которое присутствует в этих движениях. Они даже сами не знают, что они такфиристы. Но это так. Их этому обучают. Вот те, кто приходят оттуда из арабских стран, обученные в их мадресе, они вот приносят вот эту вот нетерпимость к другим, к тем, кто по-другому, чем они воспринимают ислам. Понимаете? Вот это самое страшное. Потому что вот исторический вот этот вот салафизм, который вот сейчас говорят салафиты, там ваххабисты, там это самое страшное. Исторический салафизм вполне объясним. Ну понятно, там люди, столкнувшись с какими-то древними сектами, возвращались и говорили, давайте вернемся вот к основам Корана, к нам первым вот этим вот последователям Мухаммеда. Это понятно. То есть салафиты они как бы не самые. Но у них потом пошли такие школы, которые начали наметать неприятие вокруг себя всего. И вот эта межрелигиозная вот эта нетерпимость. Вот это пошло на основе ханбалитского, шафийского, масхаба. Был там такой еще древний учитель Тамия, 13 век по-моему. Вот на основе его учений воспитывался господин Мохаммед Абдальвахаб. На основе учений Тамии. Ханбалитский? Ханбалитский. Ханбалитский. Да. Это все вот ваххабиты и вот эти вот все салахиты катара, они легли на основу ханбалитского масхаба, правовой сунницкой школы. Ну эти вещи мы рассматривали в прошлый раз. Не хотелось бы сильно повторяться. Ну надо бы уже приходить. Поэтому давайте еще, если какие-то вопросы по современности, мне вот эта вот тема, я ее хотел разжевать и посмотреть, и как-то высказаться на эту тему. И призываю всех быть очень осторожным в высказываниях по тем вещам, которые происходят на Кавказе. Надо все это взвешивать, надо все понимать. Надо понимать, где это враждебно, где это со стороны обид каких-то происходит, со стороны недопониманий и неприятий. И очень часто бывает, они неправильно понимают и историю, и это самое. Я же с кавказцами очень часто беседую на сетях. Мне приходится с ними и спорить, и все, и ради бога. Но между прочим, когда обоснованно и четко излагаешь свои мысли, они вполне здраво соглашаются с разумными вещами. И, в общем-то, настроение на Кавказе сегодня, я говорю, такое поствоенное, еще сильные очень обиды. Они постоянно выкладывают снимки, вот эти вот убитые разбомбленные аулы и так далее. Все это по-человечески понимать можно. И хотелось бы в нашей стране, вот где у нас очень много институтов востоковедения, чтобы специалисты это приносили в СМИ, чтобы говорили об этих вещах. Я думаю, разумные люди всех культур, всех религий это все поймут и примут. А иначе мы добьемся того, что… Нет, на самом деле есть этот фильтр, он здоровый, он работает и структуру они обеспечивают. Просто есть иногда чего не уследили, но это убирается. В общем, адекватное определение у государства. Это нравится, это хорошо, согласен. Хотелось бы, чтобы люди на своем уровне тоже это понимать начинали. Да, но людям сложно как бы вообще, даже просто где-то в быту мириться с соседями не могут. Да, очень много вещей очень происходит неприятных и некрасивых, да, со стороны всех. Ну вот, спасибо всем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...